Шансон 24 Позабудьте дневные тревоги Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Ночное такси Сегодня и всегда с Александром Фруминым Дорогие друзья, здравствуйте Очередный выпуск программы Ночное такси Сегодня мы в первом часе С гостем Которого сейчас представит Андрей Левашов Гость не впервые у нас здесь Но зато с новым материалом пришел Что весьма, я считаю, важно Для всех нас Предлагаю вам быть с нами В течение ближайших 120 минут В онлайн, как всегда, мы работаем На Шансон 24 И на всех порталах Где можно слушать Нашу радиостанцию из Санкт-Петербурга Также в FM-диапазоне Мы работаем на радиостанции Русский Берлин 97,2 МГц Соответственно В столице Берлина И также все, что происходит В нашей уютной студии В Санкт-Петербурге Доступно для вас На телеканале Ночное такси На YouTube Ну правда в записи Но эта запись Уже становится доступной На следующий день Вернее на утро После того, как мы работаем В Питере С 22 до 24 часов По московскому времени Вот, собственно Такая традиционная информация Для вас Наши дорогие друзья И в первом часе Наш гость Которого представит Андрей Левашов Здравствуйте Уважаемые граждане И гражданочки Здравствуй Дорогой Сергей Сразу поближе К микрофону Хочу Тебе сегодня Повезло Потому что Я сделал все Чтобы Наши Зрители Слушатели Которые Ну мало ли Так случайно Забрели Вдруг В общем не знают С кем они Имеют дело Я пометую Прекрасно Прошлый раз И мне поставили Зрители В тот раз В укор Тот факт Что когда ты пел Все у меня Зашкалило Значит и мне пришлось В спешном порядке Выкручивать ручки Обратно Вот Я хорошо подготовился В этот раз Тебе козырный микрофон Оранжевого цвета Вот И У него Лучше немножко Характеристики Чем вот у Моего И поэтому Все для того Ну сразу Спрашиваю Вживую петь будешь Да исполним Добрый вечер Дорогие Ведослушатели Программы Ночной такси Конечно же да Сергей Сорос Сегодня в гостях Не первый уже раз Спустя Полгода По-моему где-то в мае Ты впервые посетил Эту студию Да в мае Вот Но сейчас Ты пришел И вот этот промежуток Времени В полгода Я знаю Был наполнен Каким-то Титаническим Совершенно Количеством Работы У тебя вышел Первый альбом Все готово К тому чтобы Вышел второй И новая песня Да конечно У нас все уже готово Чтобы вышел второй альбом Буквально Думаю день-два И он уйдет в печать Александр Фрумен Сегодня Будет Принимать участие Нет Я не буду Я послушаю Я Я представил И не буду мешать Твоему общению С гостем Я появлюсь как раз Во втором часе И сделаю то Что я не смог сделать На прошлой неделе Потому что Мы анонсировали альбом Автора из Екатеринбурга Лены Грант И даже Поставили несколько треков Но я к сожалению Того сделать не смог Тогда и За общение с нашими Гостями Во втором часе программы Сегодня я в обязательном порядке Буду здесь вовремя Послушаю С эфира Сейчас Из своего Офиса А вот в следующем часе Естественно В обязательном порядке Буду представлять Альбом Лены Грант Ну Александр Вы за стеночкой Вам все хорошо Будет слышно И в любой момент В принципе Вы можете сюда зайти Чтобы поддержать Да Ну просто на самом деле Я помню Что и в прошлом эфире По-моему Я точно так же действовал Тогда Это было более полугода назад И на самом деле Я считаю Что это правильно Тем более Что ты знаком С нашим гостем И тем более Что он будет петь Вживую Под филограммом Минус один Я так понимаю Да Подозреваю Что будет сегодня Достаточное количество И звонков И каких-то вопросов Все средства связи Доступные нам На сегодняшний день К вашим услугам И эти средства связи Я сейчас опубликую Первый способ Это Традиционный 8 Код Санкт-Петербурга Поскольку мы в Санкт-Петербурге Находимся 812 И далее номер 337-1044 Также Есть Скайп По которому Можно как звонить Так и писать Если вы находитесь Где-то Далеко То можно Совершенно бесплатно На халявочку По скайпу И позвонить И качество даже будет Лучше чем телефонное Шансон 24 СПБ Добавляйтесь Друзья Ну и Если вы Может быть По каким-то причинам Звонить не хотите Или не можете То можете Просто В таком случае Написать нам сообщение Задать Сергею Вопрос Сереж Поехали Первая песня Из нового альбома Представляй ее Это произведение Мой дом Мой мир Поехали Сергей Сорос Сегодня на радио Шансон 24 В рамках программы Ночное такси Смотрите нас И слушайте нас Ты улыбаешься И нежный свет Струится Озаряя все Тобою И ничего прекрасней В мире нет Чем этот взгляд Подаренный Тобою Твоя улыбка Солнце из-за туч Что пробуждает душу Снувших грезы Она как первый Золотистый луч Что высушит души Родни мои слезы Ты самая лучшая женщина Спасибо за ласку тебе Ты самая лучшая женщина На этой нагрешной земле Ты нежно гладя мне рукой Как серебром покрытый волос Услышу я До боли мне родной Твой нежный Нежный голос Представу я Перед тобой Тебя к себе все крепче Прижимая Скажу Что нет тебя родней Душой Душой твой взгляд Горячий Горячий И ощущая Ты самая Лучшая Женщина Спасибо За ласку тебе Ты самая Лучшая Лучшая Женщина На этой На грешной земле На грешной земле Ты самая Ты самая Лучшая Лучшая Женщина Спасибо За ласку тебе Ты самая Лучшая Лучшая Женщина На этой На грешной земле Ты самая Лучшая Лучшая Женщина На земле Да, друзья Сергей Сорос Вот он Сегодня Так сказать Наяву Завтра Я надеюсь Что Где-то К обеду на youtube На канале Ночное Такси Выложиться И видео версии Сегодняшняя Ну а пока все, кто с радио Шансон 24 дружит, я только что несколько минут назад объявил все возможные варианты действий, если кто-то хочет пообщаться с Сергеем Соросом. Ну что хочется сказать, Сереж, относительно новых твоих песен, мне кажется, стал более роковый подход. Мы, в общем, к этому-то и стремились во время записи песен, чтобы звучание было более такое утяжеленное, более такое, скажем так, плотное, более мужское. Чтобы на фестивале формата нашего радио приглашали, да, где-нибудь там с пилотом вместе, с Алисой? Или как? Не знаю, как даже сказать. Или все-таки вот ты это видишь именно в роковой версии? Я вот вижу это так, вижу так, слышу, что вот именно так должно звучать, поэтому это мое видение на музыке. Слушай, ну за кадром мы с тобой пообщались немножечко на нашей кухне, ты рассказал, что какой-то просто титанический был труд как непосредственно в студии, так и вне ее, но секретов мы раскрывать не будем, если, конечно, ты сам не захочешь об этом. Я думаю, лишнего там и не будем рассказывать, это личное, оно и есть личное, но действительно было проделано с моими ребятами-музыкантами, с аранжировщиками, с людьми, которые записывали, непосредственно сводили, действительно была проделана титаническая работа за эти полгода. Мы где-то в течение, наверное, трех месяцев непрерывного, подчеркну, труда, день и ночь. Три месяца? Да, в течение трех месяцев работали с тремя разными студиями, на четвертой студии мы все это сводили, значит, чтобы как-то вот успеть к Новому году порадовать вас, слушателей, новыми произведениями. Ты приезжал сюда в мае, будучи москвичом, теперь ты перебрался в Питер. Я никогда москвичом не был, я просто в Москве жил какой-то период времени, а вернулся обратно, так сказать, уже на историческую родину, в Санкт-Петербург. Это город, который мне, в принципе, дает огромное количество колоссальных сил для того, чтобы я мог творить, наверное, скорее всего, так могу охарактеризовать. И в этом городе есть человек, который мне по-настоящему дорог. То есть ты петербуржец теперь? Не могу себя охарактеризовать как петербуржец, но все-таки больше я так и остался, забайкальцем. Понятно. Но Питер это какая-то... Я петербуржский забайкалец. Понятно. Питер это финальная точка твоих странствий? Да. Или наступит какой-нибудь момент когда-нибудь, что ты сейчас нужно перебраться обратно в Москву или обратно в Забайкал? Нет, нет, в Москву я точно не поеду, потому что, как говорится, знали-плавали. Слушай, ну это круто, что ты теперь в Питере. Вот круто, что ты приехал. Вот мы теперь таких дел намутим. Кстати, не кажется, что это вот такая тенденция какая-то последняя. Если раньше все брали, так сказать, чемоданы и рвали в Москву, потому что Москва была сосредоточением неких сил, энергии, финансов. В Москве можно было легче заявить о себе, то вот был здесь примерно месяц назад талантливый парень из Удмуртии Толя Топыркин, который собрал чемоданы и поехал не в Москву, а в Питер. Здесь и остался. Вот ты теперь. Я считаю, Андрей, что в Санкт-Петербурге нужно развивать культуру, в том числе культуру русского шансона, довольно-таки глобально, как бы я сказал. Как таково, опять же, по моим наблюдениям, очень мало. Очень мало, то есть люди в основном начинают здесь, а потом бегут в Москву. То есть бегут за длинным рублем, как бы, да, но по большому счету ведь можно и здесь и зарабатывать, и иметь слушать. Ну и Питер намного глубже, чем остальные города именно, потому что здесь очень сложно в плане того, что пробиться не в плане, что не хватает финансового чего-то, а еще именно публику удивить чем-то. Именно в Питере, ты считаешь? Да, в Питере. Я считаю, что это вызов для любого артиста. То есть в Питере еще, ты считаешь, можно чем-то удивить публику? Я думаю, что удивлять публику нужно в любом случае хотя бы стараться, как минимум. Вот мои наблюдения такие, вот положа руку на сердце, Питер и Москва, ну, да простят меня наши слушатели, жители этих городов, зажрались вы, ребятки, зажрались. Надо ценить артиста, надо ценить вообще труд его, ведь каждая современная песня, да, с которой он выходит. Да вот только что был пример, да, хоть мы все перепутали, должна была просвучать совсем другая, но это лишний раз доказывает, что эфир у нас сегодня прямой, вот, как и всегда, впрочем. Да, «Мой дом, мой мир» обязательно прозвучит. Так вот, ребята, о концерте мы о твоем ближайшем еще поговорим чуточку позже, тоже будет Сергей удивлять, я надеюсь, нас на этом концерте. Вот, ну а сейчас давай все-таки отыграем немножко назад, должны были мы начать с произведения «Мой дом, мой мир», да, вот она прозвучит. Кстати, Сережа, почему именно такое название, достаточно необычное, вот, почему именно этой песней ты решил сегодня открыть, но так и не открыл? Сделаем попытку номер два. У каждого человека в жизни есть место, куда он возвращается спустя какое-то время, какой-то период времени своей жизни. Это дом, где он рос младенцем, где мама его качала на руках, воспитывали бабушки, дедушки, где его друзья. Это своеобразный такой мир, который никогда не покинет человека в его сознании, и он всегда будет стремиться вернуться туда, где начиналось. Наверное, так, скорее всего. Поэтому вот «Мой дом и мой мир». А произведение было написано хорошей, замечательным моим хорошим знакомым, другом, девушкой. Вот. Евгении Троевой. Она же Стукова. «Мой дом и мир». Ну, в общем, давайте слушать песню. Я немножко... Ну, все остальное вы поймете из эмоций Сергея Сороса, который сегодня в гостях на радио «Шансон 24» в программе «Ночное такси». И очень бы хотелось ваши живые голоса, друзья и подруги. По телефону 8 812 337 10 44. По скайпу. По скайпу тоже можно звонить. «Шансон 24 СПБ». Добавляйтесь, друзья. Глаза закрою. И как мальчишки в детстве не усну. Открою ставни в опустевшем доме старом. И тихо по щеке бежит слеза. Мой дом, мой мир, пути, мое начало. Я бегал босиком, не зная без. Ты помнишь тихо, мать меня качала. К тебе пришел я снова на ночле. Ты все напоминает мне о детстве. Пусть режет тишина мой чуткий слух. Я помню смех друзей, что по соседству Звучало, наживляя все вокруг. Подброшу я в камин сухих поленьев, Чтоб в доме стало чуточку теплей. Мой дом, мой мир, пути, мое начало. Я бегал босиком, не зная без. Ты помнишь тихо, мать меня качала. К тебе пришел я снова на ночле. Мой дом, мой мир, тебя боготворю я. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь отдал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эту пределу DimaTorzok хочу передать радио шансон вам ведущий хочу передать привет сергею 40 спасибо вот и знаете как мне хотелось бы узнать когда будет новогодние какие-нибудь песни про зиму расскажи снегурочка где было так как когда уже можно будет как планируете как бы написать эту песню ну я думаю к новому году мы что-нибудь придумаем своими ребятами с музыкантами спасибо за подсказочку мы как бы в общем-то не планировали если честно потому что голова немножко была забита тем что мы работали над новым альбомом поэтому спасибо наступают новогодние праздники полмесяца практически новый год старый новый год душа требует веселья выплеска эмоций мы обязательно очень классные понравились нравится песня я молодой вот и очень понравилось мне где-то пел друзьям на это переверка когда мы 3 часа ночи перекрыли невский я помню да это в питере происходило это в питере было происходило иван из ростова он приехал в питер на концерты нет нет это скорее всего видео с ютуба потому что фактически весь невский снимал этот процесс когда мы после мероприятия после концерта остановились а посередине стороне ского и начали открыли значит у машины двери включили минут минусы живьем пел для своих друзей потом как говорится жизнь надо прожить так чтобы об этом знал google но никогда не узнал youtube но увы не получилось это по моему сейчас первое где в общем-то появляется свежие горячие новости никакой они там не лентуру не последние известия именно youtube потом уже из youtube все там перетаскивают и трактуют кто как хочет наверное иван спасибо вам огромное за вопрос еще какие-то вопросики может будут с вашей стороны хотел бы поставить песню я молодой но это сергей сергей решать да почему бы нет но чуточку попозже хорошо с вашего позволения спасибо привет огромные ростову азову азову ростову всему уфа привет огромный ребят спасибо и таганрогу тоже там я тоже в этом году успел побывать спасибо всего доброго до свидания друзья мои подруги звоните по скайпу шансон 24 спб по телефону 8 812 337 10 44 сегодня сергей сорос в гостях презентует вот уже две песни успел презентовать новый свой альбом слушай а расскажи пожалуйста такую вещь что проскакивала информация где-то по-моему даже у тебя там на страничке вконтакте кстати твоя страничка вконтакте это моя страничка официальная сергей сорос да официальная страничка коллектива сергей сорос то есть именно коллектива то есть не какой-нибудь самозванец там тролль нет 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 то девчонки девчонки сейчас очарованные побегут а там такой опа вот поперла сидит какой-нибудь там на диване человек 70 лет сергей сорос и появляется сергей сорос и птичка такая галочка должна стоять да ну да галочки мы еще не доросли видимо ну но если это официальная страница я знаю меня можно нарисовать меня так учили да что должна быть галочка тогда все остальные сергей сороса отдыхают настоящий который сейчас в студии шансон 24 находится он собственно начинает отбиваться от всех поклонниц кстати как за полгода количество поклонниц возросло но в друзьях тебе добавляются в контакте люди добавляют кто больше поклонники поклонницы добавляются поклонников или поклонниц там же даже статистика есть можно посмотреть женщины андрей как-то некогда особо статистика следить потому что если я нахожусь на странице с мобильного телефона на ходу перекусывая и попивая кофе понятно так что я еще хотел спросить но из головы вылетел на самом деле вопросов много ну давай песню послушаем очередную новую новую а потом уже сейчас немножко ты расслабишься да все-таки мандраж какой-то да несмотря на то что ты уже не первый раз присутствует я вижу так начинал немножко но все нормально сереже расслабься здесь тебе все рады поверь мне а вот я что хотел сказать а то потом забуду мы будем прощаться потом забуду сказать на вот положаться у нас по прошествии тоже 20 лет существования даже более чем студии ночное такси вот ну какой-то на такой вот чуйка да мы называем профессиональная чуйка на талантливых людей имеется потому что да простят меня все так сказать не ненавистники стаса михайлова но стас михайлов вышел из этой студии правда не из этой студии она тогда и в другом месте находилась но тем не менее из студии ночного такси елена ваенга тоже впервые прозвучала на нашей радиостанции 1 из и даже григорий лепс я тебе сейчас пока песня будет звучать могу показать тот диск с знаменитой песни натали с которого все началось в 98 в прошлом веке по сути вот поэтому я думаю что у тебя все получится вот на музыкальном поприще вот именно вот эти рамки рассматривать даму что ченечко чем нибудь другом верить до трудиться да и обязательно все получится какую песню послушаем не опущу своих руки потому что можно не опущу я своих рук поехали друзья и подруги сергей сорос и представляет новый свой альбом кстати какое у него название у края мечты у края мечты поехали я уже не помню как любовь искрится разрывает души и стучит виски не прикажешь сердцу мне в тебя влюбиться было было суждено было суждено бедам вопреки но случилось чудо и огонь дожгла грусть моя потухла радость ошла не опущу своих я рук я не забуду обещаний чтоб не случилось я с тобой меня спасла ты обезгани не опущу своих я рук с тобой забилось сердце снова чтоб не случилось я с тобой даю за счастье биться слово дала ты мне надежду и крылья подарила чтоб могли взлететь мы вместе в пустоту только ты бы руку мою не отпустила только б не разбила сладкую мечту будь будь вселенной будь моей душой будь моей навеки будь всегда со мной не опущу своих я рук я не забуду обещаний чтоб не случилось я с тобой меня спасла ты обезгани не опущу своих я рук с тобой забилось сердце снова чтоб не случилось я с тобой даю за счастье пить за слова воооаааааааааааааааже Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, обладатель этого чудесного голоса Сегодня в студии Радио Шансон 24 В рамках программы «Ночное такси» Спешите задавать ему свои вопросы А вы спешите задавать, я это вижу Атакует юг России, Азов, Ростов-на-Дону Кстати, может быть, с чем-то связано? Может, ты там концертировал недавно? Нет, дело в том, что в Ростове у меня живет хороший мой друг Виктор Катрич Ты так думаешь, он со всех страниц пишет? Нет, нет, нет Именно он, так сказать, внес в массы Именно Ростов, Азов, Юго-Восток А, то есть он выезжает каждый день на... Южно-Федеральный округ, грубо говоря Это он мою музыку донес до слушателя В Ростове, кстати, фантастическая есть гостиница Там же два вокзала Один железнодорожный, а напротив него автовокзал Вот где автовокзал? Там гостиница Я там всегда ночую Там какие-то смешные совершенно цены Мне там апартаменты за 500 рублей Звонок, да? Сейчас, одну секундочку Принимаем звонок Он у нас у себя по старинке Телефон Вот, сейчас я должен нажать Кстати, может, он и звонит на кнопочку Давайте попробуем пообщаться Мы вас слушаем Алло, здравствуйте Здравствуйте Милый женский голос Из Казани звонят Из Казани звонят Да, да, да Столица Татарстана Приветствуем вас Здравствуйте Я знаю, там у вас морозы сейчас такие Настоящие новогодние Минус 20 Друг ездил Я бы не сказала Друг ездил на Зенит Говорит, минус 20 там Они в футбол играли Нет, минус 7 Может быть, когда я ездил, был минус 20 Это потому, что Зенит из Лиги Чемпионов выбыл? Ну, наверное У вас вопрос, Сергей Слушаем вас внимательно Как вас зовут, кстати? Меня зовут Юлия Очень приятно Добрый вечер, Юлия Добрый вечер Хотела бы очень услышать песню Украины ЧП О, так а мы же не сговариваясь Не сговариваясь, друзья Он ее живьем будет петь Замечательно Значит, услышите Обязательно услышите Еще вопросы какие-то у вас будут Может быть, Сергей Пожелания Говорите, говорите Артисты стесняются Так сказать, нарываться на комплименты Но я не артист Я всего лишь Ну, я подвожу Желайте ему всего Да, всего Всего самого хорошего Пробьется Спасибо Человек светлый Спасибо Спасибо, Юлия Пожалуйста Так, ну вот Такая у нас Казань Говорящая женским голосом Сегодня И желающая Светлому Сергею Соросу Можешь тебе псевдоним Придумать Сергей Серега Светлый Нет, спасибо Спасибо Я уж со своим как-нибудь Понятно Так Кстати Вот Про новый Альбом Давай поговорим Я вот тут начал Но потом Меня Ты перебил Вот Или наоборот Но что-то случилось В общем Релиз должен был По-моему В iTunes Состояться 9-го числа Да, дело в том Что мы не успели С ребятами Ну, по техническим причинам Дописать пару произведений Это друзья И посвящение солдатам Две таких Довольно-таки Два таких Серьезных произведения Немножко времени Еще потребуется Для того, чтобы Но в этом году Закончите? Да Мы к новому году Обязательно закончим И уж По крайней мере В интернет-версии Да, альбом В интернет-версии Он будет обязательно И думаю, что про Новый год Обязательно придумаем То есть это Это бонусом к альбому будет? Как сейчас модно Я думаю, что это будет Просто подарком Всем слушателям Именно Для новогоднего настроения Понятно Так Еще вопросы Атакует нас Сергей 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 Подожди Или не Сергей 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 атакует Атакует нас Вопрос Какая из ваших песен Самая любимая? Еще вопрос Хотели бы вы сделать Хотя бы несколько песен В современном варианте То есть попсовом Или клубном? Ребят Я не очень Интересно К попсовой Клубной музыке Песни, которые Наверное Я исполняю Они, наверное Мне неинтересно Скажем так Заниматься попсовой Какой-то клубной музыкой Я, наверное Больше Предпочитаю Что-то Более Глубокое Делать Относительно Любимого Произведения Мое Любимое Произведение Которое Мы с Усланом С моим Другом Горьком Сделали Это корабли Довольно Такие Слушай, ну мощно Корабли И мое, наверное Одно из самых Любимых Всего твоего Творчества Правда, я еще Новое Не успел оценить Но я вижу Что они тоже Классные Значит, приживутся У нас на радио Есть звонок Телефонный Еще У нас Здравствуйте Алло Алло Слушаем вас внимательно Вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Это Санкт-Петербург Очень здравствуйте Сереженьке Огромный привет Поддерживаем Любим Целуем Его друзья Спасибо Ну, знает кто Спасибо 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 Давай, Сережа Держи Все хорошо Спасибо Пытка прямым эфиром Продолжается Но за экватор Мы уже перевалили Еще немножко Сереж Продержаться Надо Крепись Скажи, пожалуйста На новом альбоме Сколько произведений Будет всего Девять Девять Слушай, ну по современным меркам То девять Это Я не конююсь за мерками Современности На самом деле Ты своим путем идешь Да, я иду своим путем Как бы все время И не стараюсь Шаблонно что-то делать Мне это не интересно Просто Азов Вновь тебе желает Оксана Кметь Всяческих побед Спасибо 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 Удачи Спасибо Азов Так, а вот А вот Сейчас столько-столько вопросов Это Алекса Это, кстати Барышня с сайта Которому мы привет Передаем Очень Огромный привет Передаем Рус-Шансон Рус-Шансон Сайту Рус-Шансон Это Ну, если я назову Лучший ресурс То другие обидятся Которых я тоже очень уважаю В частности Вот украинские есть Рус-Шансон-Инфо Андрей Я бы хотел Пользуясь случаем Передать огромный привет Всем ребятам С сайта Рус-Шансон Из других сайтов Которые помогают Продвигать мою музыку Спасибо огромное вам Ребята За то, что вы делаете Я же со своей стороны Всячески буду Поддерживать вас Новыми произведениями Выкладывать новые минуса И Ну, никаких ограничений Потому Пойте сколько хотите Несите радость людям То есть Спасибо огромное Ну, я бы сказал Там публика Она Ну, я это в принципе Полгода назад говорил Мне не грех Повторить Потому что я тоже Там ищу Каких-то Новых дарований Собственно, наверное И тебя я там нашел Хотя нет Наверное, вру Я тебя сначала По дуэточке узнал С Грачом Вот А потом вот уже Ну, я там Я там если не То, во всяком случае Много времени там провожу Вот Ну, там Публика такая Вот она 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 Ее не проведешь Проектом Однодневкой Ее не проведешь Если она Начинает интересоваться Той музыкой Которую Там Выкладывает Значит Это действительно Настоящее Ну У Олекса Много Вопросов А именно Что изменилось Со времени Прошлого интервью Кроме альбома Выступления Встречи с другими Исполнителями С кем-то вот успел Познакомиться Так, чтобы Какой-то общий язык найти Нет физически времени По эти полгода Не было времени Потому что усердно Занимался Ну, вот именно Работой Работали, трудились И как-то было Недознакомств Недо каких-то этих Скажем так Движений Ну, концерты уже были Сольные Мы уже проводили Концерт в Петрозаводске В городе у нас Был концерт Был концерт в Петербурге 11 октября Будет скоро Еще сюрприз Но в течение часа Мы об нем Обязательно объявим Объявим, объявим Да Нельзя все сразу Говорить Потому что Очень много информации И наша публика Она просто Бу В ступор может впасть В Санкт-Петербурге В любом случае Проживающий Потому что все лучше В Санкт-Петербурге В последнее время Из мира шансона Опять вот Крен Крен пошел В сторону европейской Части России Если вот Несколько лет назад Крен вот был В сторону Урала Сибири Прекрасная группа Аризона И там же Паша Филатов В Тюмени проживает Или в Сургуте В Тюмени по-моему Вот И в Оренбурге Там ребята работают И в общем Продолжение Ну оттуда вот И Новосибирск И Красноярск Огромные мои друзья Там и Миша Кириллов Ну в общем Там движуха идет Такая нормальная Но вот Перебираются люди сюда И Наши вещания И наши гости Ну Такое вот Маленькое Но тем не менее Подтверждение Я очень этому Если честно рад Потому что Ну Заколебали бездари Вот честно могу сказать Опять же Простят меня бездари Которые сейчас слушают Наш эфир Но Я отвечаю За каждого гостя Который в эту студию приходит Я думаю что Все равно У каждого Человека Есть И Будет всегда Находиться Свой слушатель Во всяком случае Во всяком случае Ну вот Что касается Слушателей Это безусловно Но Вот Каждый год Появляются Такие вот Неограненные Таланты Которых вот Нужно как-то Подстегивать Развивать Говорить им Хорошие вещи Вот это Мое такое мнение Вот Это очень людям помогает Не зря Не зря говорят Это конечно хорошо Андрей Но дело в том Что надо еще Ну понятно Что без бабла В современном мире Невозможно Сделать грамотную аранжировку Нет Не о бабле Сейчас Нужно чтобы повезло В жизни Там я не знаю Надо работать Трудиться Много работать И это тоже Безусловно Искать Бороться Искать Натей Перепрятать Так Поехали дальше Такой колкий вопрос Олекса Кстати задает Вам наверное Не раз говорили Что манера петь У вас напоминает Лепса Но мы же без купер Работаем Да конечно Вот А с самим Григорием Лепсом Вы знакомы Сергей Как сказать Ну знаком Знаком Да Ну знаком Вставляли друг другу Ну как Был момент В 2006 году Когда Мне удалось Все таки Пообщаться С этим замечательным Человеком И больше мы не виделись Насчет манеры Исполнения Григория Лепса Каждый исполнитель Наверное Подсознательно Кого-то все равно Копирует Либо с кого-то Главное Не пародировать Пародирующего И не копировать Копирующих Я бы так сказал Далее Кто Он Для вас Эталон голоса Кумир Учитель Или Никто Из выше приведенных Если без купюр Скорее всего Он для меня Не то чтобы Кумир Какой-то Такой Да Это человек Который открыл мне Новые грани Новые грани Как можно Петь Как можно Энергетически Передавать Произведение Он дал Залчок Кросто Да Он мне дал Огромный толчок Именно своим Исполнением Тем Как он Работает с публикой Как он Выходит на сцену Когда он Работает каждый раз Как последний У него есть Чему поучиться Есть Понятно Кстати к нам Какие-то гости пришли Вот Поэтому Никуда не денешься Вносим коррективы В очередной раз В наш эфир Сейчас поставим мы Наверное Очередной Плюс С нового альбома Что мы еще сегодня Не пели Поставим Легкую песню Там Дорожную Дорожную Она у меня есть Мне так нужно Называется Мне так нужно Да Мне так нужно И пойдем встречать гостей Поехали Сергей Сорос Еще одна премьера Песни на радио Шансон 24 От него С нового альбома Поехали С нового альбома В городской суете Затерялись толпы Мы совсем С ума Сошли Среди улиц Машин и него на витрин Мы друг друга с тобой нашли Так живем день на ногах за рулем Пролетают недели и в года Время постановить и счастливо прожить Повстреча тебя навсегда Мне так нужно тебя угадать Мне так нужно тебя удержать Тебя нежно за плечи обнять И уже никогда не терять Мне так нужно тебя угадать Мне так нужно тебя удержать Тебя нежно за плечи обнять И уже никогда не терять Я работать живу, по течению плыву Для чего, я не знаю сам Но в мечтаниях моих волос Запах твоих, что спадают к моим рукам Обернешься назад, твой загадочный взгляд Так волнует и манит меня В волшебстве твоих глаз утону каждый раз И ты скажешь, что любишь меня Мне так нужно тебя угадать Мне так нужно тебя удержать Тебя нежно за плечи обнять И уже никогда не терять Мне так нужно тебя угадать Мне так нужно тебя удержать Тебя нежно за плечи обнять И уже никогда не терять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне так нужно тебя угадать Мне так нужно тебя удержать Тебя нежно за плечи обнять И уже никогда не терять Субтитры сделал DimaTorzok Мне так нужно тебя удержать Тебя нежно за плечи обнять И уже никогда не терять Субтитры сделал DimaTorzok Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Ну вот пока звучала песня Пришел гость Количество Ой, еще кто-то идет Да что ж это такое за день-то Ну, Сереж, представляй Ну, собственно, вот это тот человек Который по Южному федеральному округу Донес до людей мое творчество Это Виктор Катрич Это генеральный продюсер ООО Катриоль Так Это фирма, с которой Мы непосредственно Продюсерский мной центр Сергей Сорос И его мы работаем вместе Так, подожди немножечко Про продюсерский центр Вот я, в принципе, заготовил этот вопрос Но раз ты заикнулся-то, пожалуйста Или вы оба Расскажите Я думаю, Виктор расскажет больше, чем Что же это такое-то будет Будет за продюсерский центр Кого он будет продюсировать Продюсерский центр конкретно Сергея Сороса То есть полностью Просто полностью продюсирование Полностью Запись всех новых треков Ну, то есть полностью работа С артистами С артистами, да То есть И конкретно Конкретно только Сергея Сороса Мы пока Только вот рассматриваем Мы пока только Начали заниматься проектом Вот То есть конкретно Сергей Сорос Больше никто Вот Понятно Будем двигать общими усилиями Сергея Сороса в массы Слушай, ну А вот в перспективе вообще Ну, наверное, какой-то бизнес-план-то есть Делать такое Да, конечно, уже есть бизнес-план Как бы Ну, я думаю, что В обозримом будущем Будем Выискивать Неограненные, так сказать Таланты И потихоньку Не спеша Помогать Людям А таланты А таланты Они какие-то Музыкальные Будут иметь? Нет Или человек Просто должен быть По вашим, так сказать Меркам Талантливым Просто он должен быть Талантливым А что он исполняет? Или может быть Он не исполняет А наоборот Он артист разговорного Ты знаешь Бывают люди Которые хорошо читают рэп Которые хорошо Поют лирику Шансон Что-то еще Понимаешь Каждый человек Талантлив по-своему Главное его рассмотреть Вот за все Вот это вот Мишуру И муштрой Которая вот окружает Вот Понятно Так У меня, кстати, Вопросы-то не закончились От Алексы Между прочим Ждем Слушаем Вопросов Алекса Такую серьезную Горку Нам сюда накидала В новом альбоме Есть песня У края мечты А у вас есть заветная мечта? Сереж У меня заветная мечта Такой вопрос Ну, человек в любом случае О чем-то должен мечтать У него должна быть какая-то мечта Но На сегодняшний день Я просто счастлив То есть мечты как таковой На сегодня нет? Нет Мечта у меня есть Большая, глобальная Это Кремлевский дворец Я думаю В дальнейшем будущем Собрать Осуществится все это Ну, мы начнем, как говорится Не спеша Не спеша Будем спешить Спешить будем не спеша Да, вот он уже взял на вооружение Мою фразу Сергей Сергей уходит в народ Как песнями Так и фразами Но это тоже не может не радовать Поехали дальше Какую песню вы бы спели Если бы вам дали полный Карт-бланш? Сейчас в прямом эфире? Ну, я не знаю Ну, я думаю Украина мечты Это было круто Ну, еще два вопроса Сейчас многие исполнители Поют дуэтами У вас был такой опыт А на будущее Вы бы хотели спеть дуэтами? Если да, то с кем? Честно? Да С Григорием Ревсом Ну, у него тоже Достаточно многолетний опыт Петь дуэтами И я думаю, что Ну, это единственный исполнитель Который на сегодняшний день Меня как бы Более Интересует Понятно Так Последний вопрос От Алексы А у вас изменился голос Замечает Алекса Вокал Вы брали уроки? Никогда Ни у кого не брал уроки А сам Не спеша Ну, ты говорила в прошлый раз Тренируюсь Да Ну, пою Периодически Два-три часа в день Радую соседей Ну, или огорчаю В нашем доме Поселился Замечательный сосед Эдита Станиславовна Когда пела Эту песню Наверняка подозревала Что приедет Сергей Сорос И поселится Став чьим-то соседом Друзья мои Ну, вот К сожалению К сожалению Что хочется Сказать Время Оно Не резиновое Это сейчас завершается Поэтому Мы сейчас Ну, кто Что значит мы Нет, я не буду Я отказываюсь Я только сейчас нажму На соответствующую кнопочку Чтобы фонограмма Минусовая Заиграла И Сергей Сорос Будет петь Песню, которую мы Выбирали 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 Живьем Будет петь Да Будет петь живьем Произведение Под названием У края мечты Вот А потом Будет традиционное Традиционное Там Какое-то движение Происходит Я так понимаю За пределами Студии Но оно Не помешает Вот Такая Небольшая Суета Какая-то Ну поехали Включаю Запись А потом Наверное Уже будем Так плавненько Переходить К Завершающему Слову Да О концерте Надо сказать Будет Не забыть А надо Скажем о концерте После того Как ты споешь Поехали Сергей Сорос Не отпустим Его сегодня Пока Не докажет Своим голосом Вживую Что это Сергей Сорос Так А что тут у нас Такое происходит Сейчас Секундочку Секундочку Да Я Вот Поехали Теперь должно Получиться Украю мечты Дорогие друзья Было Не было Как Во сне Плыла Мне Навстречу Удача Но Оказалась Удача Любит Тех Кто Богаче Лишь Играла Со Мной Диво Дивное Почему Тогда Я Поверил Твоим Глазам Смогу Понять Я Вряд Ли Это Сам Раз Залью Я Закатно Черной Водой И Душа Как Раненая Птица Закричит Разобью Я Бокала Счастья Пустой Как Разбила У края Мечты Это Сердце Ты Как С Картинки Вся Ты Красивая И Никто В том Не Виноват Что Разбитое Сердце Из Отстоков Из Мелких Мне Не Склеить Назад Чудо Чудо Чудное Почему Тогда Я Поверю В Тво Глаза И Вряд Смогу Ли Думать Я Тебе Разобью Я Закат Под Черной Водой И Душа Как Раненая Птица Закричит Разобью Я Бокала Счастья Пустой Как Разбила У края Мечты Это Сердце Ты Вы Тебе К Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова — Вот, Сереж, спасибо тебе огромное за то, что в очередной раз нас посетил. — Спасибо, дорогие друзья, за ваши звонки, за ваши вопросы. — Давай о концерте теперь поговорим, а то ведь забудем. — А, собственно, о концертной деятельности. — О концертной деятельности. Ну что у нас? Нас ждет весной. — Весной нас ждет тур. — Весной тур? — По южному федеральному округу у нас тур будет весной. — Какие города? — Юфо, Краснодар, Ростов, Таганрог. — Таганрог — шикарный город. — Будем по-любому вам практически во всех городах. — Сергей Сорос. Зажгем там по полной. — Собственно, о сюрпризе, наверное. 6 марта, дорогие друзья, я вас всех приглашаю на свой сольный большой концерт в ДКИИ имени Газа, который находится в городе Санкт-Петербург. Сольная программа посвящена будет непосредственно всем тем, без кого мы не сможем существовать в принципе в природе. — Нет, она посвящена нашим любимым очаровательным женщинам. — А, вот оно что. Ну да, 6 марта. — Да, да, да. — И называться будет программа «Ты самая лучшая женщина». Более подробную информацию на сайте kassir.ru по телефону, ну и на официальной основе ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбук. — Ну и запись к этому времени, которую мы сегодня записываем в видеоверсии, а завтра выложим на YouTube, наберет к 6 марта, я думаю, не одну тысячу просмотров. И должны просто все ломиться в Санкт-Петербург. ДКГАЗа — это станция метро «Кировский завод», если кто-то не знает, если из других городов люди поедут. А что такое запросто может быть? — Не так часто Сергей Сорос выступает где бы то ни было. Вот только что объявили, так сказать, план, но это весна. Санкт-Петербург и Южный федеральный округ, Ростовская область. Привет огромной Ростовской области. — Ближайшая? У нас Анталия. — А, еще и Анталия? — 21-го, 22-го декабря. — Так, поподробнее, когда, где? — 22-го декабря в Анталии у нас состоится сольный концерт в одной из гостиниц. Ну, можно объявить название, если... — Я не могу, к сожалению, потому что это закрытый такой концерт, где люди там, ну, определенные, скажем так, просто покупали туда билет. — То есть афиш не будет? — Нет, афиш не будет, просто было предложение провести там концерт, ну, для ограниченного количества... — То есть если человек будет в это время отдыхать в Анталии и захочет пойти, он не попадет? — А там билетов, увы, уже нет. — Понятно. — Но записи, фото, видео, отчет будет... — Все так же на всех группах наших официальных, вот, на Классниках, ВКонтакте. Вы так же увидите всю информацию об этом концерте. — Пожелание по традиции программы «Ночное такси» — это пожелание такое вот 7-минутное, спонтажное, да, слушателям. — Дорогие слушатели, хотелось бы вам пожелать терпения, здоровья. Ну и чтобы вы мечтали и не останавливались на достигнутом. Андрей Левашов добавит, всегда оставались в душе молодыми. Именно эту песню просили, да, именно ей мы завершаем наш сегодняшний, вот, казалось бы, да, час, достаточно длительный интервал времени, но, поверьте, вот, на беседу с интересным собеседником этого часа катастрофически не хватает. Катастрофически, друзья, мы интересных собеседников приглашаем вновь и вновь в студию «Радио Шансон-24» в «Ночное такси», либо же в другую программу «Глаголинейка» сегодня достаточно обширная. Вот, Сережа обязательно придет к нам вновь. И еще, пользуясь случаем, так говорят на передаче «Поле чудес», хотел бы передать привет своим музыкантам, друзьям, товарищам, всем тем людям, которые так или иначе меня поддерживают. Ведь без поддержки людей, в принципе, ну, один ты ничего не сделаешь, вот, не добьешься ничего-то, никуда-то не подвинешься, не поднимешься. Всегда есть люди, которые будут тебе помогать в силу каких-то причин, и за это им огромное спасибо, вот. Огромное спасибо также Hello Production за своевременную, так сказать, и очень быстрые отзывы на мой клич, что нужно было скорее, ребята, записать альбом, который бросили все. И начали записывать. Спасибо Олегу Троеву, Руслану Финдиеву за запись произведения «Ты самая лучшая женщина». Вот. Спасибо, ребят, всем тем, кто рядом. Ваш Сергей Сорос. Сережа, ну и про нас не забывай, мы всегда поддержим. Ну, про вас я всегда, ребята, помню, Андрюх, Андрюх, а тебе я отдельно хотел сказать спасибо. Ну, это потом уже, после эфира. Вот, я тебе после эфира отдельно скажу наше хорошее мужское спасибо. Спасибо программе «Ночное такси» за приглашение, спасибо господину Фрумену, спасибо Андрею, спасибо за эфир, ребята. И до новых, надеюсь, встреч уже на концерте 6 марта. Спасибо. Задаю себе вопрос, почему сидеть волос? Год за годом связки рвал, твердым стал мой голос, удивляюсь сам себе. Может, это старость, дуновеньем ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не давно, сколько лет осталось, пошалить еще бы мне. Мне еще бы малость, но, как видно, не к лицу такое поведение. Вижу я вокруг себя на смешке и призвенье. Нет, я молодой, просто седой, снег упал на плечи. Нет, я молодой, просто седой, снег упал на плечи. Нет, я не другой, я все такой, юный душой, как прежде. По ночам, как в детстве я, все еще летаю. И цветные вижу сны, и в облаках витаю. Мне пора бы перестать быть таким ранимым. И не верить поутру, трелям соловьиным, как с наивным пацаном. Жизнь со мной играет, и с полымя до вогонь. Бешено кидает время, быстрая река. Подхватив теченью, унесла меня с собой. По годам, мгновениям. Нет, я молодой, просто седой, снег упал на плечи. Нет, я не другой, я все такой, юный душой, как прежде. Нет, я молодой, просто седой, снег упал на плечи. Нет, я не другой, я все такой, юный душой, как прежде. Задаю себе вопрос, почему седеет волос? Год за годом светский вал, твердым стал мой голос. Удивляюсь сам себе, может, это старость. Дуновеньем ветерка вдруг ко мне потралась. Нет, я молодой, просто седой, Седой, снег упал на плечи. Нет, я не другой, я все такой, юный душой, как прежде. Да, я молодой. Студия «Ночное такси» представляет альбом «Лены Грант. Оставьте мне немножечко любви». Санкт-Петербург, ноябрь 2014 года. Санкт-Петербург, ноябрь 2014 года. Жизнь моя череда Ярких цветных огней Только в душе беда Холодно, как в ней Ей без любви тоска Свет без тебя не миг Болью стучит в висках Если б ты рядом был Я просто женщина Ранимая, хрупкая, нежная Счастье безбрежное Прячет объятья слаги Может, не встречена Может, тобой не замечена Я просто женщина Мне так не хватает любви У жизни моей все так Как и хотелось мне Каждый свой новый шаг Видела я во сне Только вот где-то там Может, не встречена Может, тобой не замечена Я просто женщина Мне так не хватает любви Аминь! Я просто женщина, ранимая, хрупкая, нежная Счастье безбрежное прячет объятья свои Может, не встречена, может, тобой не замечена Я просто женщина, мне так не хватает любви Я просто женщина, мне так не хватает любви Дорогие друзья, это программа «Ночной такси». Покинул только что нашу студию Сергей Сорос. И я, как и обещал в начале прошлого эфирного часа, занимаюсь представлением альбома певицы, автора, композитора из славного города Екатеринбурга Лены Грант. Мы начали представлять этот компакт-диск на прошлой неделе, но так получилось, что представили его совсем немного, потому что у нас в первом часе была замечательная гостья, автор и певица из Санкт-Петербурга Юлиана Ян. Я остался ее провожать во втором часе, несколько треков Лены Грант прозвучали, но поскольку я пришел в студию только к завершению прямого эфира, то, естественно, больше представлять Андрей Левашов не стал. Что касается сегодняшнего эфира, то достаточно подробно я это сделаю. Вот он, показываем в нашей веб-камере этот компакт-диск, который совсем недавно был нами издан, этому диску чуть более 10 дней. Он, правда, уже получен, я имею в виду авторские экземпляры этого диска, получены уже самой Леной. Она два дня назад нам написала благодарственное письмо, что она получила уже этот компакт-диск, он уже у нее в Екатеринбурге. И, естественно, вы можете, обратившись к порталам нашей дистрибьюции, увидеть этот диск и в доступе для того, чтобы вы могли его приобрести тоже на портале ProLog Music.ru в Москве, на нашей так называемой первой витрине, куда поступает все, что делает наша студия. Естественно, все это уже для вас доступно. Также, дорогие друзья, он появится, естественно, и в агрегации на iTunes и на других площадках агрегации, естественно, тоже, как и все компакт-диски студии ночного такси. И для вас он будет доступен в самое ближайшее время. Я думаю, что либо до конца декабря, и, соответственно, до конца 2014 года, либо в самом начале 2015, после длинных январских рождественских каникул, будет доступен и на Озон.ру тоже. Вот такая для вас, дорогие друзья, информация. Традиционная, в общем-то, всегда для всех компакт-дисков, которые вам представляются. Ну, в «Ночном такси» сегодня мы показываем этот альбом практически впервые. Андрюш, я хотел спросить тебя, у тебя на этой эфирной чаже что-то подготовлено, да, чтобы я просто понимал объем, потому что, конечно, я не думаю, что весь час я буду показывать Ленины песни. Я думаю, что у тебя... Ну-ка, часа-то осталось уже 45 минут, поэтому... То есть до конца часа мы это слушаем? В принципе, я достаточное количество энергии потратил в счастье предыдущем, да, чтобы уступить вам час. Хорошо, хорошо. Я просто должен это понять и наверняка об этом... Хотя у меня, безусловно, есть что показать. Хотят узнать наши слушатели. То есть под конец года наших уважаемых исполнителей прорвало. Есть и Жека Новый, и любимый мой Стас Михайлов. И очень интересный релиз, который я не буду раскрывать. И, пожалуй, самая долгожданная, в общем-то, пластинка года это сольник Владимира Ждамирова, наконец-то увидевший свет бывшего вокалиста. Да, поэтому у меня очень много информации. Нашим слушателям скучать не придется в моих блогах до конца года, как минимум. И даже на праздниках, на новогодних. Чтобы тебя, так сказать, не умолить, потому что я не узнал перед эфиром, будет ли что-то от тебя во втором часе. Но я в прошлый раз отдувался целый час, поэтому, наверное... Пока я общался замечательно. Ваш на башь. Хорошо, значит, тогда, что называется, Алла Верды. Итак, Лена Грант. Ну, дорогие друзья, я хочу сказать о том, что Лена человек очень разносторонних способностей. Она, на мой взгляд, очень хороший музыкант. Она очень коммуникабельный человек и обладает несколькими музыкальными профессиями. В свое время Лена занималась еще и рок-музыкой. Она работала и как рок-певица. Она всегда писала и пишет стихи для своих песен. Кроме всего прочего, она участвует в такой замечательной профессии, которая называется «Тамада». Да. И даже приезжает к нам регулярно в Питер и появится у нас, как она мне сказала, после 15 января на таком мероприятии, которое забавно называется «Тамадея». Я про него слышал и раньше, потому что я знаком с людьми этой веселой профессии. На самом деле, людьми более чем серьезными, потому что удержать людей на каких-то праздниках, свадьбах, это в общем дело довольно трудное, удержать их внимание и превратить все это в такое, знаете, единое мероприятие. Они просто собрались за столом, посидели, поругались и разошлись. Тут надо наоборот, чтобы не поругались, а наоборот, чтобы все было по-доброму. Так вот, оказывается, есть такое мероприятие «Тамадея», где собираются участники этой профессии со всей Руси Великой. И вот как раз Лена приедет на очередную «Тамадею» сюда, в Санкт-Петербург, и приедет совсем скоро, после 15 января, она сказала мне. И я думаю, что у нее будет время, она появится здесь в нашей студии. И я думаю, что наши зрители и слушатели, конечно, об этом не пожалеют. Итак, сегодня... У кого-нибудь в ближайшее время там свадьба намечается, крестины какие-нибудь там, дни рождения, можете пользоваться случаем. И подготовиться к январю, к Лениному появлению, тогда, глядишь, она сразу и поучаствует. Ну, дорогие друзья... И поездочку окупит. От слов к делу. Я предлагаю послушать сразу две композиции, и поскольку времени, как я понял, благодаря доброте Андрея Левашова у меня более чем достаточно, то есть порядка 40 минут, то мы, естественно, так по два трека и будем слушать. Альбом Лены Грант является первой сомненью ее пластинки. Я буду комментировать. И... Помогать. Я думаю, что соответствует своему названию, такому лирическому, с многоточием, оставьте мне немножечко любви. Причем, что интересно, что Лена переделывала это название. То есть, первоначально, когда она работала с нашим дизайн-бюро, альбом называется просто оставьте мне любви. Потом в процессе подготовки добавилось слово немножечко. Немножечко. И многоточи в финале. Итак, ставь на наш новый чудесный плеер Маранс, да, очевидно? Нет, на старый чудесный, Тоскам. А все нормально. Просто лень перетыкать тут разъемы. А вот оно что. Тоскам стал замечательно играть. Ну так главный инженер приложил к нему руки и специальный диск. Но имею в виду, что новейший у тебя, и ты тоже имею в виду, что он сделан так, чтобы больше не было никаких неприятностей. Больше не будет неприятностей. Итак, слушаем Лениной песни. Во-первых, конечно, ее визитную карточку, композицию «Я из России». Это весьма актуально, да, в Берлине сейчас будет звучать. Итак, пятый и шестой трек. Иными словами, «Я из России» и «Черное сердце». Это замечательный автор из Екатеринбурга, Елена Грант и ее альбом «Оставьте мне немножечко любви». Субтитры сделал DimaTorzok Как повезло нам всем родиться здесь, в России, Где реки широки, а небеса так сини. Где облака плывут, рисуя нам картины, Счастья будущего, веры в лучшие. Как повезло нам всем, что в наших песнях сила, Столько любви в словах, написанных в России. Щедрой души полет она нам подарила, Маминых рук тепло, стойкость ветра назло. И пусть не так все, как хотелось бы, пока, 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 Но Россия очень велика, полна река, И будет все полней и шире, и слова, я из России, Станут лучшими словами на веках. Как повезло нам всем, что есть такие люди, Что нам дают понять, Россия есть и будет солнечная страна, Для всех, кто нас полюбит. Но если к нам войной, то станем мы стеной. И пусть не так все, как хотелось бы, пока, 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 Но Россия очень велика, полна река, И будет все полней и шире, и слова, я из России, Станут лучшими словами на веках. И будет все полней и шире, и слова, я из России, Станут лучшими словами на веках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отчего сердца Откуда эта боль? Падают пустоту Слезы твои сейчас Прячешь свою мечту От посторонних глаз Птицею белой ты Парила высоко Но он поймал тебя Белым-белым отбиться От черного сердца От черного сердца Отводит он глаза Тебе от неба нет Значит, не зря на свете Так много песен Он пелось О любви И он И он не твой каприз Он немного порочен Просрочен Доверия Доверия Билет Раскалдуем Подари любовь На земле Ночной такси Ночной такси Записывается И транслируется Впрочем Я хочу напомнить Ну как всегда В финале года Всегда хочется Подвести какие-то Итоги И я думаю Что мы имеем право Их подвести Потому что мы Очень старательные люди Старательно занимаемся Своим музыкальным делом Уже 29 лет Именно столько Исполнились в нашей студии В октябре уходящего года Так вот Надо сказать о том Что у нас Вот именно в этом году В 2014 Получилось Уже немало лет Свежей Современной версии Программы Ночной такси Вот я напомню Что программе Которую вы сейчас Слушаете Либо смотрите 20 лет исполнилось В феврале Уходящего года Мы это отметили Фильмом 20 лет программе Ночной такси Которую вели вместе С Андрюшей Он есть у нас на ютубе Собрал он не одну тысячу Просмотров Его можно посмотреть Но это был фильм Который символизировал Выход программы Ночной такси Что называется Первый Ну то есть соответственно 19 февраля Вернее в ночь 18-19 февраля 1994 года Вот именно Соответствующим образом 19 февраля 2014 года Мы программу И записывали на видео Пригласив Два десятка Наших музыкантов На съемку В шоу Холл Атмосфера При этом Вот той версии Программы Ночной такси Которую вы сейчас Слушайте и смотрите В следующем году Я могу точно сказать Когда В марте Следующего года Исполнится Между прочим Уже полных Три года Это новая версия Ночного такси Я могу сказать Что она придумывалась Специально Под наш новый Формат вещания И программа Впервые За вот Такое огромное Количество лет Я имею ввиду С 1994 Соответственно До 2012 Когда вот в этом формате Мы вышли Она впервые Стала диалоговой Меня спрашивали Про историю Ночного такси Все таки 20 лет Это не маленький срок И есть люди Которые слушают нас Как я знаю С самого первого эфира Я рассказывал о том Что да Действительно У нас уже были Диалоговые опыты С журналистами Как правило Мы делали Довольно долго В течение Полутора лет Регулярно И вот так же Как с Андреем Левашовым Диалоговой передачи Замечательным Питерским журналистом Очень известным В печатной прессе В те годы С Михаилом Садчиковым С моим другом Который сам пришел Ему было очень интересно И мы делали Такой вот большой Сериал целый Который назывался Энциклопедия шансона Еще до тех пор Как появился сайт Который открыл Один из наших слушателей На тот момент Кстати 16-летний мальчишка Как выяснилось Эльдар его зовут Который открыл Такой сайт В общем Ну значительно уже После того Как мы это делали Но назвал так Вот Сколько он был слушателем Как назвал Тогда этот я И откровенно говоря Кроме опыта С Михаилом Садчиковым Хоть он был довольно длинный Тоже в реальном эфире В онлайн Все У нас никогда Диалоговых программ не было А когда Начиная в 2012 году Радиостанция Русский Берлин Пригласила нас Для Постоянного Участия С ночным такси В эфире Русского Берлина То мы разработали Именно вот этот формат Скажу Для тех Кто этого не знает Что радиостанция Русский Берлин В самом конце 2011 года Наконец-то получила На 97,2 В Берлине Возможность полноформатного Вещания До этого станция Вещала Отнюдь не полный День А сутки 24 часа Это был самый конец 2011 года Владелец компании Ее руководитель Мой друг Замечательный Человек с которым Я связывал уже более Десятилетия дружбы Гершефтфюрер Как это там называется В Германии у вас Это я к немецким Слушатам обращаюсь Замечательный Коробед Туши сворачиваются Это официальная подпись На всех документах Руководителя компании Это не шутка Просто это забавно звучит По понятной аналогии Для нас Для русских И для Димы самого Настоящего еврейского парня Так сказать Из Риги Тоже звучит смешно Но он действительно Гершефтфюрер Крупной компании Русмедиа И он пригласил меня Именно с ночным такси Для эфира Потому что Стало много времени Ночное такси И так звучало На русском Берлине Но оно звучало В записи Которые мы присылали Программы Интенсифицировались Перед нашими концертами В Берлине Которые мы делали В русском доме На протяжении 4 лет И естественно Знали и музыку студии Да и меня знали Как ведущего Но вот так как сейчас В следующем году В марте Будет полных 3 года Потому что Дмитрий позвонил мне И сказал Саша У меня теперь есть время Люди хотят Такой музыки В специальной программе Давай делать Ночное такси По новому И мы начали с того Что мы туда передали Евгению Смышляеву Программному Директору Русского Берлина Те программы Гостевые Которые у нас Сохранились в архиве Поскольку мы Храним большой архив И практически все гости Ночного такси Которые были За такое огромное количество лет В эфире этой программы Они все были оцифрованы Записаны Передачи Сагрегатированы И мы естественно Их через наш ФТП сервер Передали на русский Берлин Но это тоже было бы На какое-то ограниченное время Естественно Что Дмитрий просил Чтобы я как Продюсер студии Ночного такси Все-таки делал программу Регулярно Потому что для нее Есть место Время Есть аудитория И поэтому естественно Рано или поздно Все наши архивы В эфире закончились Есть какой-то вообще отклик-то? Ну я думаю Что есть Наверное Все-таки почти 3 года В эфире Ну весной будет 3 года Как мы На русском Берлине Отсмышляя его от самого Он что-то там пишет Говорит Может какие-то пожелания Ну в общем деле Я знаю Что в Берлине Нас хорошо слушают Но то что мы сейчас же говорим Это все будет В Берлине Сейчас через неделю Поэтому я не могу Так это же Зависит от нашей аудитории Я всегда говорю Что ребята Пишите на портал Студии ночной такси Обращайтесь на портал Собственно радио Русской Берлин Где тоже есть Страничка нашей программы Стоит мое фото Вот Нам всегда интересна Обратная связь Потому что мы иногда Говорим На такие темы Которые Ну в принципе Может быть там Кого-то и покоробили бы Поэтому мне интересно Это не означает Что мы Честно о русской музыке От этого откажем Мы все равно будем делать То что сделаем Просто интересен Русский Берлин Мы в общем От политики далеки На самом деле Но поскольку Это русская музыка Такая смысловая То она естественно Не может быть далека От того что происходит За окном В Германии Или в России Поэтому мы так договорились С Дмитрием Фельдманом И с Евгением Смышляевым Что мы работаем честно То есть мы ни с одной стороны Не занимаемся здесь Никакой пропагандой Совершенно никакой И говорим То что знаем Рассказываем О жизни В России То что знаем И всегда Естественно Готовы показать Ту музыку Которая Является Что называется Актуальной Плюс к этому Не забывая Естественно Корней Да друзья Вы кстати Я это к чему говорю Что люди Которые слушают нас Вполне могут Обращаться Писать сюда Знаю только одно Что я сейчас Совсем недавно Уже был в Берлине В эфире Русского Берлина Я работал 7 8 Нет по-моему 8, 9, 10 Октября В общем совсем недавно Относительно Декабря Да И я могу сказать Что хотя Время было дневное Казалось бы Для такой программы Не очень удобно Хотя эфиры были как здесь То есть по 120 минут Большие эфиры Я столкнулся с тем Что людям интересно Что есть слушатели Которые помнят И знают наши концерты В Берлине Слушают ночной такси Все-таки как ни крути А 4 часа в неделю Мы с тобой Звучим на передатчике Русского Берлина И в общем В течение Более чем 2,5 лет С марта 2012 года Я считаю Что берлинской аудитории Интересно То что мы делаем Но наша задача Конечно для вас Дорогие друзья Я обращаюсь к берлинцам В первую очередь Предоставить именно Ту музыку Которая является Актуальной Потому что радиостанция Русский Берлин Ее формат Он называется Русская музыка Это не формат Естественно шансона Или рока Да по другому и никак Потому что это уникальный Радиоканал Который позволяет Слушать Единственное Кстати не только в Германии Но во всей Западной Европе Русскую музыку Полностью В суточном формате И естественно Нельзя было этот канал По другому форматировать Его нельзя было форматировать Например Как канал Какой-то Русской музыки Подчеркиваю Рок Шансон Или шас Это было бы неправильно Относить на аудитории Потому что это окно В русский песен Кстати вот у них есть Тематические передачи Посвященные другим видам музыки Року Русскому Нет Есть игровые программы Очень хорошие Можно посмотреть на сайте Я не буду хвалить наших коллег Там прекрасные ребята работают О спорте есть Юмористические программы Программы для женщин Но программы Которые бы форматировали музыку На русском Берлине отсутствуют И я считаю Что эта программная политика Правильная Потому что это окно В русский песенный мир Нет Ну там вот так иногда включаешь Я же интересуюсь Там все-таки Такая легкая музыка В основном да Ремиксы Хотя я тут недавно заходил Но с другой стороны Наша программа с тобой Которая по чирку идет Четыре часа в неделю Полностью Без купюр Именно как информационно-музыкальное шоу Диалоговое Вот собственно О чем я сейчас вспомнил Она я считаю Достаточно Открывает мир авторской Некоммерческой русской музыки Для русских берлинцев Ну и в принципе Я считаю Что больше этой программы Там в принципе и не надо Потому что Смысл этой радиостанции Он все-таки Гораздо более широкий Чем представление Какого-то Тематического направления Русской песни Ну дорогие друзья Это все что было сказано Это было такое лирическое Отступление Продолжаем слушать Замечательную Лену Грант Автора-исполнителя Из Славного города Екатеринбурга Из-за Урала Я очень рад Что состоялся Ее альбом Более того Лена приезжала К нам не так давно Вы можете видеть ее На телеканале На «Через такси» На YouTube Она приезжала Для участия В нашем фильме «Отжай столько девушки» Она принимала Участие В этом фильме В сентябре Уходящего 2014 года Более того На канале У нас есть В преддверии Издания этого Сиди И большое 15-минутное интервью С этой замечательной Певицей Автором И вы можете Конечно же Не с моих слов А от нее самой Узнать То Что она хотела Вам сказать Она рассказывала И о своей жизни Рассказывала О создании этого альбома Подчеркиваю Альбом Который я показываю Сегодня Является своего рода Творческим отчетом Этой певицы Потому что Здесь композиции Которые были Записаны в самые разные годы Здесь композиции Которые были Записаны достаточно давно Композиции Которые были записаны Совсем недавно Все это Было Скомпилировано Леной Все это поступило сюда В студию Ночной такси В Санкт-Петербурге Мы как и всегда Произвели серьезный Ремастеринг И я очень рад Что и Лене понравился Труд наших звукорежиссеров И собственно говоря Так появился альбом Оставьте мне Немножечко любви Поэтому Альбом этот Можно рассматривать Еще и как Такую достаточно Серьезную компиляцию За многие годы Песеного творчества Ну кстати Она судя по обложке Достаточно Жизнерадостный Человек Позитивный Я бы очень хотел Чтобы она появилась В этой истории Мы надеемся на то Что вот это мероприятие О котором Лена сказала Тамадея О котором я тоже Где-то в интернете Слышал читал Что оказывается Тамады Склоняется слово Тамады наверное Я думаю склоняется Тамады Да Ну в общем Люди которые Представляют Замечательную Веселую профессию Они собираются Здесь в Питере И причем Они это делают Уже неоднократно И не один год И вот Лена приедет Из-за Урала Из-за Екатеринбурга Сюда Ну и будет возможность Пригласить ее В нашу студию Кстати в предыдущем Часе говорили Что все музыканты В последнее время Тенденция образовалась В Питере Вот если раньше Как бы наоборот Из Питера Сейчас в Питер В Питер В Питер И Тамады Теперь тоже В Питер Ну да Я думаю Что Лена Не первый раз Что сюда приезжает Как я понял Просто я про это мероприятие Именно что слышал Но никогда не встречался С его участниками А Лена сказала Саша я приеду Если будет возможность Обязательно приду Вот сюда Вашу уютную студию Питер оказывается Тамадинская Как это сказать Столица России Наверное Не только северная Не только культурная Итак Слушаем еще две композиции Ну песня по сезону Хотя Сказали ООНовцы Что исключительно Теплая зима 2014 года За окном Нашей студии Абсолютно нет снега В Питере Плюсовая погода Обещали Что и на Новый год Будет не более чем Минус три В Москве правда Выпал снег Но тоже стаил А Москва От нас всего лишь За 700 километров Здесь почему-то Теплее чем в Москве То есть такая вот Ну совсем Осенняя погода В общем Снежок немножко идет И стаивает сразу Необычная такая Зима В 2014 году По идее Уже за окном Должен был быть снег Или хотя бы холод Поэтому все-таки Песня по сезону А все у них там В Америке Да Все туда к Обаме улетело За его вредность Наверное да Итак Трек 11 Композиция по сезону Просто зима И Трек 12 Встреча Вот именно Эти две композиции Звучат в нашем эфире Это автор И исполнительница Из Екатеринбурга Это Лена Грант Студия Начнет такси Только что издала Ее компакт-диск Оставьте мне Немножечко любви Посмотри мне в глаза Любимый Посмотри мне в глаза Хороший Ты увидишь в них Только зиму Осторожен Будь осторожен Постарайся Понять Любимый Постарайся Принять Хороший Проходи Поскорее Мимо Невозможен Мир Невозможен Это просто зима Колдовала зима Надо мной И колдовала Подарила глаза Нажимай тормоза Душу мне обнимала И замерзла душа Да чего ж хороша Ведь таких не бывает Но не греет она Не утешит она И весной не растает Сколько лет Без меня Любимый Сколько зим Без тебя Хороший Неужели Пройдешь ты Мимо Невозможно Так Невозможно Посмотри мне в глаза Любимый Посмотри мне в глаза Хороший Пропадешь Не загрожь Ты в зиму Осторожен Будь Осторожен Это просто зима Колдовала зима Надо мной И колдовала Подарила глаза Нажимай тормоза Душу мне обнимала И замерзла душа Да чего ж хороша Ведь таких не бывает Но не греет она Не утешит она И весной не растает Душа Душа Это просто зима Колдовала зима Надо мной И колдовала Подарила глаза Нажимай тормоза Душу мне обнимала И замерзла душа Да чего ж хороша Ведь таких не бывает Но не греет она Не утешит она И весной не растает Душа Не растает Нажимай тормоза Первый случайный взгляд Прикосновенье рук Губ твоих аромат Так обжигает вдруг Стало понятно нам Что это все не зря Ты продолжение сна А я мечта твоя Это встреча Богом данная Так давно Желанная Пусть она такая странная Но ты ее храни Там в глубинах Мироздания Бог решил Главное Что вдвоем Нам будут радостны Ночи и дни Первый случайный взгляд Сердце спалит от тла Был я согреться рад От твоего тепла Пусть барабанит дождь Маленькая печаль Так нелегко Так нелегко нам Что ж Снова Любовь встречать Эта встреча Богом данная Так давно Желанная Пусть она такая странная Но ты ее храни Там в глубинах Мироздания Бог решил Главное Что вдвоем Нам будут радостны Ночи и дни Эта встреча Богом данная Так давно Желанная Желанная Пусть она такая Странная Но ты ее храни Там в глубинах Мироздания Бог решил Главное Что вдвоем Нам будут радостны Ночи и дни Это был дуэт Лена Грант С Дмитрием Сулеем И дорогие друзья Конечно же Пришло время прощаться До следующей недели Поэтому в финале программы Как обычно Я сообщаю вам Справочную информацию Каковой Всегда завершается Дочной такси И в финале Собственно мы Послушаем Заглавную композицию Это трек номер 17 Говорю я Андрею Левашову Собственно оставьте мне Немножечко любви Заглавная композиция Этого альбома Лены Грант И будет звучать Буквально через минуту В нашем эфире Итак программа Ночной такси Выходит всегда В онлайн версии Выходит на портале Шансон 24 И везде где можно Слушать в интернете Радио Шансон 24 Всегда по четвергам С 22 до 24 часов По московскому времени Еженедельно Всегда кстати И праздники И выходные Всегда в любом случае Что бы ни происходило Мы всегда Работаем с Андреем В этой студии Работаем в таком вот Диалоговом шоу Которое носит название Ночное такси Кроме всего прочего Программа Естественно записывается И выходит Во-первых На радио Русский Берлин Ровно через неделю После оригинального эфира В России Происходит первая Трансляция программы В Берлине На 97,2 МГц Это происходит Также в четверг Но с 21 До 23 Часов Затем программа Еще раз Ретранслируется В понедельник Следующей неделе С 22 До 24 Часов На 97,2 МГц На радио Русский Берлин Радиостанции Устроены таким образом Что программа Также И транслируется Синхронно На интернет сайт Радио Русский Берлин Поэтому доступна для вас И в интернете тоже И вы естественно Можете слушать ее С сайта радио Только уже не из зоны РУ Где находимся мы А из зоны ДЕ Я Александр Фрумен Как и всегда Искренне благодарю Андрея Левашова За помощь Он сегодня хорошо поработал И в первом части Без меня И во втором части Со мной Также я всегда Обращаюсь к нашей аудитории На Ютьюб Я всегда Неустанно Благодарю аудиторию За верность Потому что За 4 года На Ютьюб Мы собрали уже Более 16,5 миллионов Уникальных зрителей Более 11 тысяч Подписчиков На канале нашем На Ютьюб На телеканале Начнем такси Размещено уже Более 1400 видео Произведенных нами Поэтому я благодарю Естественно Нашу аудиторию тоже Поскольку в записи Все что происходит В этой студии Появляется на Ютьюб На следующий день Поэтому естественно Я обращаюсь И к аудитории Большой нашего телеканала Тоже с благодарностью За верность русской музыке И за верность Ночному такси Ну вот и все дорогие друзья Слушаем финальный трек Лены Гранта И встречаемся На следующей неделе У меня небольшое пожелание Все таки Раз уж мы сегодня Достаточно Посвятили Радио Русский Берлин Все таки Ребята Не стесняйтесь Будьте вы Индивидуалистами По-моему Прекрасные образцы музыки От Ну скажем так Не брендовых Не формата Радио Русская Или там Каких-то вот Сетевых крупных станций Исполнителей Мы приводим в студию Вот сегодняшний гость Сергей Сурос Я думаю Украшением любого эфира будет Или гости Нашей Прошлой передачи С композициями Такими жизнерадостными Жизнеутверждающими Ильяна Яна И обращайтесь Мы с удовольствием Вам предоставим фонограммы Используйте В их В своем эфирном Полотне Вот как-то так Я думаю Александр Фрумен Тоже Поддержит Вот И если надо Поможем всем Чем можем Лишь бы Ваш эфир Был лучше И краше Ну а так Собственно Наверное Все На этом Сегодня Мой словесный Поток Заканчивается Сегодня был концерт Для меня Практически С утра И до глубокой ночи Утром я Лечил зубы Своему пятилетнему Сыну Сами понимаете Вот Наслушался там Сиренат Немало Ну и Сегодняшний Вечерний Концерт Вживую Сергей Сороса И вот Барышни Лены Грант Тоже Я считаю Что Эфир Был Достаточно Удачный И наверняка Свой отпечаток В вашем сознании Оставит Вот А то ли еще будет Андрей Левашов Это я И до встречи Ровно Через неделю Оставьте мне Немножечко Любви Совсем чуть-чуть Лишь маленькую Крошку Прижавшись Лбом К холодному Окошку Ее я Попытаюсь Уловить Ее я Попытаюсь Уловить Оставьте Оставьте Мне Немножечко Тепла Я так хочу В ночной Тиши Согреться Ах Как стучит Мое Больное Сердце Оставьте Оставьте Мне Немножечко Тепла Ведь я Тепла Так много Лет Ждала Оставьте Немножечко Души Ведь вам не жаль А мне Это так Нужно Но Улыбаясь Издали Натушно Я Так боюсь Навстречу Вам Спешить Опять Боюсь Навстречу Вам Спешить Оставьте Мысли Грешные Свои Я Все Верну Назад Отдам Старицей Мне Ближ На миг Как В юности Забыться Оставьте Мне Немножечко Любви Оставьте Мне Немножечко Любви Оставьте Мне Немножечко Любви На волне Ностальгических Нот На волне Позабытых Мелодий Вместе С вами Ночное Такси Городских Серенад И Рапсодий На дорогах Трехцветных Огней Позабудьте Дневные Тревоги Если С вами Ночное Такси Ничего Не случится В дороге Если С вами Ночное Такси Ничего Не случится В дороге Ночное Такси Сегодня И всегда С Александром Фруминым Редактор субтитров